Данное видео не рекомендуется к просмотру детям и лицам с неустойчивой психикой. Они сказали, что перед тем, как танки должны были приехать, они нас накрыли минометами. И они минометами накрыли, а потом уже приехали танки. Они сказали уходить и сейчас будет обстрел, да? Нет, они когда приехали, они пытались с нами подружиться. Для чего? Ты у меня спрашиваешь, для чего? Ты у теченцев своих спроси, для чего? А ты у них бы спросил, что я бы спросил? Да я не мог у них спросить, они расстреливали людей. Да, вы же расстреливали людей? Да. А что тебя не застрелили? Потому что я по-русски говорю. Ну так и спросил бы у них. А что ты им ответил? Не стреляйте? Да у ваших ебанутых этих бурятов сюда спрашивать, поверь мне, не имело смысла. Они очень были агрессивно настроены. И подойти к ним, сказать, зачем... А они сперва, получается, что, расстреляли, а потом к тебе пришли? Да. Сначала приехала маленькая рота зачистка. Это были кадыровцы. Они сначала зачистили все дома. Они знали, где живут наши атовцы. Атовцев сразу расстреляли. Потом покидали гранаты в подвал наши и уехали. Сразу они... Буквально это было там 2-3 часа. Вот они уехали. А потом уже ко мне домой приехала регулярная армия, вот российская. Там приехали танки, 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 танки. И они уже встали. И они там стояли месяц. Вот ваши... Там уже было больше россиян, конечно, чем чеченцев. И нам разрешали... Мы в подвале сидели. И нам разрешали там выйти на улицу, может быть, на одну минуту. На одну минуту. А кто вас контролировал? Кто разрешал? Российские солдаты. Так а что ты у них не спросил-то? Да у них нельзя спрашивать. Они стреляют. Тут только обратишься, они расстреливали. Что, прям реально, что ли, сразу? Да. Они сразу стреляли. Там вот подойдешь к нему, говоришь там, Можно я там возьму там бревно для того, чтобы там себе сварить там борщ? Ну, костер распалить. Они сразу стреляют. Вот. Это кто? Кадыровцы? Нет, нет. Кадыровцы, я же тебе говорю. Кадыровцы приехали первый день, зачистили. Они убили наших, которые, атовцы вот эти, и они сразу уехали. Кадыровцы сразу уехали. А они как зачищали? Что, что? Как зачистку производили? Я рассказываю. Они заходили, в наших домах уже были пророссийские люди, которые там уже им доложили, где живут люди, которые воевали в АТО об этом. Они сразу приехали, вывели людей, расстреляли. Потом там все зачистили. Нашли те квартиры, в которых были еще окна, потому что у нас окна все были. Когда нас бомбили, окна-то не остались ничего. А некоторые квартиры были, что окна остались. Они, значит, записали вот эти квартиры, вот. И потом они расстреляли всех, кто был когда-нибудь в украинской армии, и сразу расстреляли. Потом меня они вывели, эти кадыровцы, прямо возле дома. Возле дома, возле дома меня вывели. Я копал яму, могилы, мы хоронили людей. Вот, мы похоронили людей. И потом, когда мы там, ну, там мы не очень глубоко, там где-то метр копали, похоронили наших этих украинцев, мы там похоронили. И потом, да, потом уже приехала регулярная армия, и все. И дальше я сидел в подвале, сидел в подвале и уже не высовывался, потому что ваших там было перед охера, а нас, ну, там... Я сидел в подвале, там дедушка старенький и бабушка старенькая, я сидел. А долго сидели, нет? Две недели я сидел под автоматами в подвале, но там был один казах, он все время говорил, я не хочу убивать украинцев, я не хочу. Он все время такой парень был с нами, какой нашел такой общезы. И я не хочу убивать украинцев такой, там все время такой страдал, страдал. И мы его попросили, говорим, слушай, раз ты не хочешь убивать, можешь помочь, что мы убежали? Он такой, да, я помогу. И он взял нас под автомат. И сосед, жена его, сын там, дети, и я же такой. Вот, и он нас ведет, а там же россиянцы ДПШ там поставили свое. И он нас ведет, говорит, они такие, куда ты их ведешь? На допрос. Вот. И мы вот с этой военной части вышли, он нас под автоматом вел. Ну, дай бог здоровья этому человеку, конечно. А куда, и куда привел? Он нас вывел просто за территорию военной части россиянской. Значит, при мне мужика скотчем полностью. Он, 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 а такой мужик, ну, он, ну, реально, украинскую мову разговляет. Он не знает россиянскую, всю кляту мову. Он не знает. Его скотчем полностью они замотали и закинули в БТР. А это мой сосед. И куда-то они уехали, больше он уже не вернулся. Да нет, конечно, они за мобилки у всех забирали. Причем, знаешь, что вот это русское воровство на мобилки, единственное, что не влияло. Потому что все, они пиздили все, что можно. А я не думаю, что у нас эти подешевели мобилок целая куча. А я хотел спросить, а что говорили про унитазы? Это что такое? Ну, трусы у меня все забрали. Полностью. Вот все трусы, что у меня были, забрали. А унитазы? Унитаз у меня был, у соседа забрали. А у меня унитаз был не очень такой жирный, поэтому остался. По-новей брали унитазы, да? Да, по-новей, да, брали. Микроволновки, таз, все, все. То есть, деноцифицировали полностью. Забрали все, что можно. Что, они прям трусы забирали? А? Трусы забрали? Да, да, трусы забрали, да. Сколько пар? Ну, вот у меня забрали трусов, наверное, 10. Они, наверное, новые были? Потому что, знаешь, фирма такая, я не знаю, у вас такая фирма есть, Левайс. То есть, фирменные? Да. Да, забрали. Они новые с этикетками были? Ну, некоторые были уже в мойке. Ну, забрали и дети. А туалетную бумагу не брали? Нет, туалетную бумагу осталось. Получается, микроволновки, да? Нет, больше всего они забирали генераторы. Это 100%. Пиздик, бифик. Это, да, это у всех, у всех позабирали генераторы. Потом, что еще забрали? У меня у товарища забрали BMW и Mazda. А, BMW, мини-купер новая абсолютно. Забрали. И Mazda забрали. Вот, уже тоже новенькая-приновенькая. Короче, ты беженец. Ну, это, ты сейчас юмор делаешь, или ты говоришь? Нет, ты говоришь, все позабирали. Ну, да, я беженец. Я сейчас, да, я живу. У меня-то квартира сбумленная. Да, я беженец. Я только не понимаю, в чем юмор. Да ни в чем не юмор. Почему ты все переворачиваешь в юмор-то? Ну, потому что у тебя Зе на голове. А, Зе. А у кого Зе на голове, это, понимаешь, это не человек. А, не человек. Надо снять? Конечно. Да, нет, носи на здоровье. Это тебе так важно. У меня есть еще одна, другая. То есть разрешаешь, да, носить? Да это ваша заморочка. Знаешь, Для нас вы, как орки. А орки имеют право носить Зе, ходить без трусов. Ну, все, что угодно для орков можно. Просто это орки. Вам все можно. Понял, понял. Ну, все, я, короче, все записал. Все четко. Видишь, все это я сделал. Короче, я передам внутреннее дело. Все это. Вот. Вызовем на допрос тебя, если что. Ладно. Ну, это ж когда вы меня завоюете, правильно? А что завоевывать? Придем домой. А, то есть придете все-таки. Ну, конечно. Мы же приходили уже, еще раз придем. Ну, так, ну, разве можно приходить домой? Так, а у нас свобода слова. Почему не? У вас же тоже свобода. А раз свобода, значит, можем ходить туда-сюда, говорить. И наполчить. Ну, ну, да, да, конечно, когда вы нас завоюете, приходи, конечно, приходи. Но, но я не понимаю, ну, как можно? Ну, нет, так допросить-то надо полностью, чтобы вдруг ты что-то наговорил неправильно. Да, ладно, понятно. У тебя на голове буква З, это значит З. З, правильно, ясно все. Да. Ну, понял. До скорой встречи, мои киноманьяки. До скорой встречи.